Девушки отдыхают 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 Не знаю, сейчас пойду на площадку, режиссер поставит задачу, будет какая-нибудь задача. А у кого вы играете? Герд. Ага. Нравится? Не знаю, сейчас проверим. А вы Гаррика давно узнаете? Да, мы знакомы с моего младенчества примерно. Даже работали вместе в фильме «Кризис среднего возраста». А сами хиповали? Да нет, ну как. Мне всего 23. Это было до меня немножко, лет за 10, я бы сказала. Но они и сейчас? Ну, все равно сейчас это совсем не то. Сейчас другие движения, я так понимаю. Вот сейчас рэперы, сейчас кто-то еще. Я плохо знаю, честно говоря. Я все-таки росла в приличной актерской семье, поэтому мне это не так ведомо, как кому-нибудь еще, наверное. Туда больше из научных, почему-то. Типа. Ну, наверное. Да, я, наверное, занята была, работала. Училась, потом работала и поэтому как-то не до того было не очень. А то волосы настоящие. Волосы? Нет, не настоящие. Не настоящие? Нет. Ну, слава богу, видите, как первого зрителя мы уже обманули. Ну и все. Ну и хорошо. Ну, пока, конечно, тут непонятно еще вроде, как все будет. Да. А вы сценарий читали? Читал. Ну, похоже или? Ну, похоже, но, конечно, можно было посерьезнее. Почему-то в киноискусстве избегают серьезных, там, философских тем. Каких-то моментов таких, как откровения. Почему-то избегают, считают, что этого не надо. Чтоб билеты купили. Ну, на самом деле, это неправильно, потому что в наше время фильмы, они были как учителя. Там, допустим, фильмы Тарковского. Вот. Они же были как учителя, они вот помогали. Давали нам не просто информацию, а состояние души. Да нет, ну, конечно. Ну, даже тут, а может быть, у них, конечно, что-нибудь получится из этого? Ну, может быть, получится. Серьезная техника. Ну, так пока, так немножко тоже показалось. Такой немножко, получается, пока такое. Ну, на самом деле, как бы наряду есть вот такое верие. Да-да-да. Потому что мы стараемся ничего не отрицать. Вот наша позиция такая философская. Она, скорее всего, такая дзиновая. Дзиновая такая буддистская. То есть, сейчас уже больше такие хиппи-дзен-буддисты называют? Нет, они раньше были продвинутые хиппи. Я называю это эзотерический хиппизм. А теперешние, в каком-то смысле, легковесные такие. В легковесные потребители. Все равно они относятся к обществу потребления. Ну, потому что они работают на самом деле. У нас-то какая задача была? Поиск истинной смысла. Кто я? Вот. А сейчас как бы такая духовная усыпленность. Все дозволено, все доступно, все известно. Только как бы живи. А этой жизни скучно, неинтересно. Как бы нет прикола. Вот этот момент важен. И поэтому дзиновость это, скорее всего, это был знак того времени. Не только советские ситы, но и западные. Ну, вообще дзен был очень популярен. Даусизм и дзенбудизм. А у нас-то они позднее все равно? Или позднее? Уже в 70-е годы была литература. У нас были хорошие и достойные переводчики. И была литература уже. В принципе, все можно было достойно. Вот планета, скажем так, чтива. Ну, тут еще надо учитывать, что система, которая боролась с нами, спецсистема, береза так называемая, спецотряд, состоящая из студентов НГУ с Волосовского факультета. Им же ГБ давало литературу для того, чтобы поднять их духовный уровень, потому что они работали с нами. Это уже как бы была характеризация. И у них была инструкция такая. Нам, они сами же рассказывали, что когда ты один, ты не должен общаться с химикой. Потому что это опасно. Они тебя могут улюлюкать и увести. Это была косвенная оценка такая. Им давали литературу, значит, это как бы запрещено. ГБ давало из своих библиотек с грифом «Совершенно секретно». Для того, чтобы повысить их духовный уровень. И они с нами делились этой литературой. Они нам ее давали. Поэтому, в принципе, все можно было достать. Ну и, конечно, вот этот момент такой приятный был, что они нам откровенно говорили. Ребята, вы настоящие люди. Все как бы уживо. Все продажно, ничтожно и так далее. А вы настоящие. Мы вас любим и уважаем. А мы им говорим, ну пошли. Пошли, вот как бы, в путешествие. Они говорят, нет, нам надо делать карьеру. Интересно, где они эти книги? Ну, неизвестно. Ну, это такое растворение такое происходит. Ну, эти паны тоже, наверное, многие известны. Многие известны. Но, к сожалению, я вот как бы всегда ругаюсь. И у меня такая ревность. Когда я им говорю, что, ну почему вы молчите? Ну вот, когда была раскрутка модности, то некоторые говорили, да, мы тоже старые хипы. Мы протусовывались. Там Стас Намин, там, допустим. Потом этот самый Макаревич, там, допустим. Или этот самый Троицкий. Вот. Да, мы хиппи и все такое. Но нельзя говорить в прошлом. Это всегда. Ты есть или тебя нет. Ну, почему бы не сказать? Ребята, я вот как бы это понял, потому что протусовывался, получил как бы вот, ну, пробудился как бы. Они меня, они меня протусовали, они меня вставили. Я понял. И благодаря этому меня пошло. Ну, вот как-то так. И я всегда им говорю, вы как бы забываете некую основу. Может, не модно просто? Да, бояться. Потому что на Западе, допустим, считается неприлично. Вообще хиповая тема, хиповость неприлична. Ну, это Сочи. Он всегда боролся с хипотой, вообще-то. Ну, мы помним, что вот эти самые дети богатых родителей как бы уходили в путешествие там на 10-15 лет. Там нанимались эти самые… Рикшами какие-то? Нет, нет. Нанимали этих агентов, чтобы найти их. Это такая ненависть, в общем, хиповость. Почему? Потому что у многих как бы разрушалась вот эта система ценностей. Ну, они там стараются, там, для своих детей, там, карьеру не делают, там, что-то. А те говорят, а мне это не надо. Я как бы ушел. Мне это не надо. А вот, смотрите, сейчас же тоже ситуация такая. Сейчас родители-то жоповые, извините, дерут. А еще пока не подросло. Но оно в преддверии. Уже как бы накоплено вот это вот и так далее. Причем там как бы разными методами нечистыми, да? А хотят, чтобы дети стали чистыми, хорошенькими. Вот это вот то самое, что было 30 лет назад в американском обществе. И, значит, что получается? Собственно говоря, с чего начинается хиповость, да? Там, родители тебе хорошие сказки подсловывают, хорошие книжки, пока ты маленький. А потом говорят, все, детство закончилось, тебе надо адаптироваться в обществе, иметь жизнестойкость. Это все в сторону. И вот давай становись таким, таким, таким и так далее. По ту сторону добра и зла, как нацисты. Для того, чтобы достигнуть. Если у тебя есть совестность, ты ничего не достигнешь. Сейчас же есть такие вот школы по бизнесу и так далее. Когда из тебя христианство там воскребают и говорят, что это недостатки. Голос совести там вообще, там что-то, какая-то мораль религиозная. Это все не нужно. Это тебе будет мешать. Сейчас примерно то же самое. И, значит, где происходит протест? Когда там дочка или сыночек говорят, а я не хочу жить в вашем лживом мире. Я ухожу на поиск своей сказочной страны счастья. Вот где начинается хиприт. И это неизбежно. Потому что там, ну, родители, ну, родители, родители. Это все поздние вещи. А ведь генетическая память предков, какая она мощная. И вот она, скорее всего, заговорит людям. Интересно, как это будет называться? Я даже не знаю, как. Но я думаю, что каким-то частным образом это происходит. Только мы не знаем. Может быть, это не выражено в виде движения. Но социум уже, как бы, имеет предупреждение, имеет инструмент, как с этим бороться. И они будут подсовывать разные, как бы, интеллектуальные системы, которые, дескать, дадут ответ вам на ваш вопрос. А это будут ловушки. Это сейчас как-то все учли. Это все известно. Такая игра. Подмена, так называемая. Вот по березу, интересно. Я помню тоже, когда я там на Кургалях писал. Да. Береза, береза. Ну, они как-то, мне казалось, здоровые мужики. Какие-то комсомолцы. А это философы? Да, специально набирали. Потому что дубья там, как бы, нельзя было. А они, как бы, учитывали, что хипаны – это, в общем, интеллектуально подкованные люди, очень продвинутые. Вот. А на самом деле это из философского факультета. Причем им обещали такую четкую карьеру за эту работу. Уж многие возмущались и говорили, что, ну, фигня – это хорошие люди. Ну, за что и про что. Ну, и, конечно, было это самое… Ну, как бы… Как это сказать? Ну, опорочивание. Там, предположим, когда тебя в березу привозили, то они тебе траву подкидывали, да? Или же они это самое… Ну, мне вот траву не подкидывали сразу, да? Но они меня фотографировали на фоне большого количества бутылок. То есть, ну, как бы алкогулок. Вот. Тогда траву-то так особо не знали, можно сказать, бабушка знала. Не-не-не, знали, знали. Они знали. Ну, сейчас, конечно, все знают уже, по-другому. Вот. Ну, и, конечно, вот этот момент еще интересный такой, что… Что это самое… Что-то мысли ушла. Что ты хотел сказать такое? На Павел Докрооборочек? А. Ну, естественно, значит, тут как бы получались двойные стандарты. Значит, хиповость – это как нигилизм, проявление упадничества западного патриотического общества. И поэтому хипизм, да? А почему же в Советском Союзе хипизм? И вот они не смогли это объяснить. Значит, простое объяснение – подражаловка. Как бы тупое подражание запада. Это раз. Это то, что по сей день остается в сознании многих людей. Они говорят, русский… Советский хипизм. Была тупая подражаловка. И второй момент – это психические больные. И поэтому тотально всех вели через дурдом. Мы это называли второе крещение. Как бы сдать последний государственный экзамен на дурака. Потому что это было очень творчески. Ну, были определенные методики и так далее, но ты все равно творчески должен был изнутри сыграть дурака. И все. А этот человек не от мира сего. Дурак. Это целая философская такая ситуация. Это диссидентская труба. ТОП. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И, как бы это сказать, то есть сейчас есть вот такое отношение к этому времени, да, что вот оно такое милое, хорошее, что вот так было, вот мы ездили на юг отдыхать, мы в институтах учились, стипендию получали, вот, ну, запоминается хорошее. А вообще время было, особенно для людей, которые отходили в сторону, для людей, вот о которых этот фильм, да, для людей, которые не хотели, как бы, вот в этой общей лодке плыть, для них было очень суровое время. И с ними оно обходилось очень жестоко. И, в общем, я думаю, что это будет в фильме. Вот именно вот эта жесткость, ну, правда того, что было. Я так смотрю сейчас, как они очень подробно все делают и работают и с актерами, и с массовкой, и с реквизитом, и я смотрю, декораторы тут, в общем, как бы есть где развернуться, потому что все-таки уже другая эпоха. Вот я думаю, это будет об этом времени, потому что вот о том, какие мы были молодые, и о том, какое, в общем, это было страшное время, несмотря на все-все его прелести и на нашу молодость. Да, очень хорошо. Спасибо. Вот скажите, там есть история любви, она как бы главная, ну, основная линия, вечная такая. Вот скажите, вот на ваш чисто взгляд субъективный, что важнее, и история любви, или она должна быть обрамлена вот этим временем, которое... Я ни одно другому бы не противопоставлял. Это фильм о времени, все-таки, ну, можно было сделать историю любви о современных каких-то молодых людях. Вот, или взять какую-то совсем другую эпоху, если важна вот только вот такая вот история, да, вневременная как бы. Нет, я думаю, что здесь важно и то, и другое. Я думаю, что очень важно вот эти, вот эта пара, и не только пара, вот все ребята молодые, и их обаяние, и их любовь, и какой-то их юмор. Но очень важно, где это происходит. Это происходит вот в этом времени. Это происходит вот в той стране, которой сейчас уже нету, по которой мы грустим, ностальгируем. Многие ждут, что вот-вот все вернется назад. Но ее уже никогда не вернуть, конечно, но это очень важно. Время и место в этом фильме очень важны. Последний вопрос. Вот вы сейчас в роли старшего поколения, то есть вы в фильме вот такая вот, из группы вот старших людей. И там есть молодежь. То же время, на время действия фильма, вы были молодые. То есть вы, как вы, можете говорить, и с теми, и с другими, ну, вы знаете и о тех, и о других. Вот скажите, вы больше как-то сейчас современные старшие изменились по отношению к тем старшим? Или вы себя не чувствуете старше? Нет, я чувствую. Я чувствую возраст, чувствую время. И, конечно, вот это вот поколение актеров молодых, они уже мои дети. У меня двое взрослых сыновей вот такого же возраста, как здесь герои. И, нет, я не чувствую себя, ну, как бы, с ними. Как раз в этом смысле, наверное, Игорь правильно сделал, что вот, ну, разделил это. Разделил. И в этом смысле... Нет, нет, я не чувствую, что я вот по-прежнему молод, или я понимаю их хорошо, потому что я тогда был молодой. Я не был хиппи, я не был, как бы сказать, золотой молодежью. Я это видел. Я помню, скорее, свое отношение к этим людям. И я помню, что несмотря, в это может быть стыдно признаться, но несмотря на то, что, в общем, мы слушали Битлз, любили какие-то сплетни про Запад, как там легко купить джинсы и так дальше, но мы на самом деле вот этих людей считали или сумасшедшими, или... То есть мы их не принимали. Мы их длинные волосы воспринимали как оскорбление нам, потому что я-то ходил короткостриженный, понимаете? Вот. И в этом смысле и тогда я их не понимал, и сейчас. И мне, может быть, и поэтому интересна эта история. И думаю, что вот людям, которые будут смотреть вот нашего возраста, вот как я, Гарик, Миша, вот, им будет интересно. Они много узнают о том, что они тогда знали очень поверхностно. О том, что тогда казалось, ну, это вот какие-то вот такие неудачники, это вот ребята, которые вот они копируют какую-то западную моду, да. Вот они пытаются нас, как сказать, эпатировать, да, вот своими волосами, там, рваными штанами, вот. Вот. Тем, что они могут сесть на асфальт, на бордюр, сидеть, да. Вот такой своей раскованностью, раскомплексованностью. Я думаю, что это будет интересно не только вот ребятам молодым, которые не помнят этого времени, но и тем людям, которые то время помнят, они могут на него по-другому взглянуть благодаря вот этому фильму, если все получится. Ну, дай бог. Спасибо, спасибо вам большое. Вы очень-очень добрый. Вы так уговаривать умеете хорошо. Я не уговариваю. Нет, нет, если вы хотите так, пожалуйста, делайте так. Но я вообще думаю, может, не делать ничего. Вот так вот, зачесаться. И очки. Но другие. Ребята, ну вот как же так? Почему никто из вас не позвонил? Я как-то, бред, когда этот сценарий был написан первый раз, и об этой роли говорилось про очки, что они должны быть, как у Шостаковича на картинках. Вот здесь вот черное, а вот здесь вот железки. Блин. Ну, ничего, не в лес не подрывает. Что, на Мосфильм поедем, в реквизиторский, что будем делать? Я не знаю, что это должно быть. А в очках когда было известно об очках? Ну, можно было хотя бы 10 разнообразных очков приготовить? Или это тяжело? По работе тяжело. Ну, подходящие именно. Да нет, причем подходящие? Разные 10 фасонов очков тех лет. Вот это можно было сделать? За сутки, блядь. По-моему, можно. Нет, ну, что, есть, ну, есть интерес. Ну, вот, видите, мне очки неправильные принесли. Мне очки вот те, которые я хотел, и все, и не надо гримировать даже было бы, сидеть. Но гримеры не реквизиторы. Гримеры всегда готовы сидеть, клеивать. У гримеров это в душе. В душе. Она хочет, вот она видит гример, или он гример видит чужое человеческое лицо. И, ну, тыкать в него всякое, мазать краской это лицо. Гумус там, ну, в общем, ну, это болезнь. Потому что все настолько вот кино, это такая иллюзия. Это такая неправда, большая, мировая неправда. Приехал, вышел из машины, сразу снялся. Даже текст не знаю, от себя через сказал, сел в машину, уехал. Но финансовый интерес должен быть. А как теперь все поставить? Долить, перейти на сад. Рабочая, наверное, не съемка. Рабочая, наверное. Остался. Идет! Идет! Попаем! Да! Продолжение следует... 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 Что за роль у тебя? Что роль у меня? В общем, это роль, которая просто все время рядом ходит. Ходит рядом. Иногда мне мешает, но никогда я его все равно от себя не отпускаю. Мне нужен такой человек, на ком бы я мог иногда и сорваться. Я всегда думаю о его будущем, о том, что ему в армию, о том, что надо что-то делать, надо устроить его в группу, играть на гитаре, хотя он этого делать совершенно не умеет, чтобы были денежки какие-нибудь. Ну, в общем, мы очень комические персонажи, которых, как правило... Вот такие корыстные цели преследует мой друг. А для меня это просто брат, который я просто люблю. Да, и готов за меня там и в пекло, и во все. Вот. То есть, хотелось бы, что все так вырастет. Ну, зритель должен полюбить двух таких перцев. Ну, как нас не полюбить? Это я скажу. То есть, вот такие отношения у нас есть. Спасибо. Но мы лучше попозже подойдем на это. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу своем средь медленных трудов одной картиной я желал быть вечно зритель. Одной. Чтоб на меня с холста, как с облаков, причистая и наш божественный спаситель. А нас величием, он с разумом в очах взирали гордые во славе и в лучах одни без ангелов под пальмою Сиона. Исполнилось мое желание. Творец тебя мне не спасал. Тебя моя Мадонна. Чистейший прелести, чистейший образец. Александр Сергеевич Пушкин. Сон на этом. На динамическом. Немножко можно поделать. Только мы должны вас видеть. Да, давайте будем. Не, ну, мы должны... Что говорить-то? А? Что говорить-то? В отделах кого вы представляете? Меня зовут Станислав Рединский. Мне 25 лет. Я играю Солнца. Человека по кличке Солнце. Мы снимаемся в проекте под названием Дом Солнца. Режиссер-постановщик Игорь Иванович Сукачев. Он сейчас находится вот там, в этой замечательной зеленой палатке. И смотрит в монитор. Что же из этого всего выходит? С погодой не везет. Пасмурно. Что же из этого выходит? Что из этого выходит, не знаю. Посмотрим. Посмотрим в кинотеатрах страны. Может быть, даже и вот в этом. Пойдемте за мной. Вот там. Пушкинский кинотеатр. На улице Малая Дмитровка. Это, по-моему. Ждем всех на премьере. Ура. До встречи. Ваше Солнце. Пис. Но по ощущениям-то как? Вот у вас один съемочный день был? Один был съемочный день, сейчас второй. По ощущениям. А где самое? Прикольно. Не знаю. Гуд. А этот Солнце, он какой? Вообще вот такой. Представляете? Это загадка. Это человек тайна. Все. Больше ничего вам не скажу. Вообще-то я серьезный, очень с глубоким внутренним миром человек. Это я просто сейчас шучу. До свидания. Что я умираю? Это после. Мне прадед свои сказали. Да я не умираю. Мы снимаем уже? Да, да, да. Мне кажется, что мой персонаж не умер. Я верю в светлое вообще. Ну, правда. Надо верить в хорошие. Как вы сказали? Энерти! 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 Ну, смотри, если у нас три камеры, да, я хочу одна, чтобы была живая из плеча, да, крупнее, как бы, ну, возможно, наверное, даже, да, там одна, наверное, с нижней точки, да, и тогда одну общую, да, ну, с нижней точки она тоже довольно-то общая, то есть, ну, с нижней точки, ну, сейчас мы там, сразу просто посмотрим, ничего, сейчас? То есть, хипы у нас все московские каскадеры, ну, не все, то есть, там есть массовка, но все, кто работает с лошадьми на переднем плане, то есть, все, кто на лошадях, это все каскадеры. Тех, кого будут бить тоже? Тоже каскадеры, да. А там какие-то, вот, говорят, плакаты специальные? Там не плакаты, там палки делают специальные, которые мы ломали, которые бьем, то есть, каскадеры хиппи бьют каскадеров-милиционеров палками, да, из бальса делается специально, чтобы не было больно. А как они что-то на себя надевают, под одеждой? Кто? Каскадеры? Ну, в принципе, да, конечно. Ну, там это чисто индивидуально, каждый решает, что ему надо надеть, что не надо надеть. Ну, а как вообще в фильме тут каскадерская работа? Сложная? Ну, вот эта сцена сложная, но фильм сам не экшен, то есть, это не, там, скажем, не «Храброе сердце», не «Гладиатор», то есть, это не об этом. Просто, ну, вот эта сцена, она сама по себе сложная каскадерская, потому что, конечно, здесь много задействованы и лошади, и актеры, каскадеры, то есть, непростая сцена. Им не страшно? Кому? Каскадерам. Каскадерам, думаю, не страшно. С ним было страшно, но это как бы все должно быть в голове в любом случае, потому что те, кому не страшно, те обычно попадают под колеса автомобиля, понимаете? То есть, надо всегда, конечно, думать, то, что ты делаешь. Ну, а вы, вот скажите, вы же на многих фильмах работаете, да, то есть, и за границей тоже, да? Да. Как у нас? Как здесь? Да, как здесь. А могу сказать, как здесь, чем отличается администрация. Потому что я вот не устаю повторять, то есть, здесь талантливые актеры, талантливые режиссеры, талантливые операторы, талантливые каскадеры. То есть, каскадер вообще на уровне. Но здесь нет еще вот этой вот культуры администрирования кино. То есть, понимаете, только-только начинает. То есть, были советские времена, когда там давался бюджет, да, и люди там 3-4-5 месяцев снимают, да, там 8 часов рабочий день. То есть, это все было по-другому. А сейчас переходит на западный манер, да, и очень тяжело, конечно, администрации. Потому что нету этой школы, понимаете? То есть, операторская есть школа, каскадерская есть, актерская есть. А администраторская, вот как она должна быть в современном кино, ее не было. Пока еще. Но это Москва еще, это же не специальный Голливуд отдельно выделенный. Не, а разницы нет. Приезжал сюда и Голливуд снимал. Они снимают по-своему, то есть, с нормальной администрацией. Ну, здесь вот центр Москвы, такой старый дворик, там, переулок. Как это сложнее или все равно, каскадерам там, например, вообще? Ну, здесь, скорее всего, сложнее администрация. Это для них работа, чтобы здесь не было посторонней публики, чтобы здесь не было машин. То есть, для каскадеров, все равно, то есть, не работает, где им скажут, там работает. Скажите, чем вы занимаетесь на съемочной площадке, чтобы вы знали? Хороший вопрос. Занимаюсь операторством постановчества. Ну, а у вас такие солидные тут техники, все здорово, так все очень выглядит. То есть, это такой международный уровень должен быть, да? Ну, мы стараемся, как бы, насколько позволяет бюджет. Ну, да, у нас по аппаратуре, как бы, все современное и необходимое. Ну, вы про что хотите поговорить? Про аппаратуру? Ну, нет, ну, про картинку, как вы себе мыслите, как все будет. Ну, это пока сложно рассказать так в двух словах. В общем-то, это достаточно классическая история, кроме некоторых стилевых вещей, которые мы вот скоро начнем делать. Все флешбеки и, как бы, все сумасшествие этого кино и наших персонажей, оно будет изобразительно отличаться. Ну, на словах это сложно очень объяснить, как. Так что это вы увидите. Ну, да, с легкой руки Андрея Сергеевича Кончаловского, который меня позвал на Одиссею, как бы, он меня вытянул в тот мир и несколько картин сделал с Холмарком. Вот, и в какой-то момент даже переехал просто туда, но вот годы были такие ужасные в Москве. Я уехал в 98-м году, когда просто все умерло. Ни кино, ничего, даже намеков, что-то хорошее не было. Сейчас это все гораздо более интересно выглядит, и я очень рад, в общем-то, этому. А отличается чем-то? От Запада? Или вы стараетесь? Вот эту вот, хотя бы, свою часть сделать, как науне? Ну, я думаю, наша часть, моя профессиональная, так же, как и команда. Я же вожу людей, профессионалов, ассистентов из Лос-Анджелеса, Балыш в студии команды из Будапешта, но мы познакомились на Холмарке, когда-то снимали. Так что у нас это, в общем, мало чем отличается. Скорее, что здесь хромает, так это организация. Ну, чем больше будет кино, тем больше появится нормальных людей. То есть практика такая? Ну да, продюсеры только учатся, если сказать. Ну, по крайней мере, вот так вот, как здесь, так везде кино и снимается, в смысле, ипотеку, ипотеку. Абсолютно. Ну, в зависимости от бюджета, просто иногда бывает все это более глобально. То есть мы-то здесь поскромнее, конечно, но на компромиссы стараемся не идти. А вот сценарий, вот как вы думаете, как история эта история? Важно ли это? Ну, конечно, важно. Я обожаю эту историю. Просто было счастье, когда Гарик дал мне этот сценарий. Просто было счастье. Потому что я читал совершенно ужасающие какие-то вещи, неинтересные. А снимать что-то надо было, и это очень вовремя появилось. Сценарий я знаю давно, уже года, наверное, два назад он мне давал уже его читать. Сейчас он немножко видоизменился, но я просто был очень рад, когда получил это предложение. Вот. Добрая, хорошая, классная история. И слава богу, что такие наконец снимаются здесь. А как вы думаете, что сценарий останется, или вы хотите все сделать максимально, вот как оно написано? Он столько раз уже переделывался, что я думаю, что максимально это будет так, как сейчас написано. У нас были опасения, что он будет слишком длинный, но это уже покажет монтаж. Здесь беда еще одна есть. Никто не может точно рассчитать никогда длину, и у всех это получается всегда длиннее. Так же, как вот сейчас мы закончили параграф с Клебородом. Как он не клялся, божился, что в два часа он впишется. Все равно это кино все три, а то и больше. Вот. Ну, не беда. А вот то, что снято, вы видите на плейбеке, или вы будете перегонять? Нет, плейбек это, скорее, горюку просто проверять. Ну, и мне тоже какие-то вещи. Но я-то это все вижу уже и в камеру, и мне только. Все перегоняется, конечно. Приходит DVD, мы смотрим. Ну, технология сложнее. Потом, когда мы все снимем, когда уже все смонтируется, все будет сканироваться. И после этого уже окончательная картинка выводится там в цифры. То есть, современная технология? Ну, да. То есть, это не... Ну, у нас, нет, очень красиво и старомодно работать, просто печатать материал, но у нас много компьютерной графики. Поскольку у нас 70-е годы, то там, то здесь надо что-то вытирать, какие-то знаки, названия улиц, там, все прочее. Поэтому нам выгоднее просто все сосканировать для компьютерных целей. А вот 70-е годы как-то, в смысле, статистически вы не пытались? И нет какого-то? Именно изобразительно. Но это будет, как бы, такой desaturation. По-моему, цвета будем чуть-чуть прижимать и с этим будем играться. Но уходить совсем в ту картинку, ну, это сумасшедший вид. Играться в свему, выцвечивать все как-то. Ну, или тогда была нам ручная камера? У нас будет ручная камера. Нет, ну, все равно стиль тех годов и того кино нам не нужен. Должно быть современное кино с таким стилистическим намеком. Потом это все за себя говорят. Костюмы, машины и атмосфера, которую мы пытаемся создать. А вы как считаете, судьба будет успешной? Ну, вот так вот, потому что... Это самый страшный вопрос. Судьба кино? Ну, я очень надеюсь. Если мы не облажаемся нигде, не переборщим со Стилем Туровым... Потому что это очень хорошая история. Должно быть все хорошо. Спасибо. Сами хиппи не были? Сами, да. Ну, у меня отец как бы, ну, он не был хиппи, но он был в окружении хиппи. В 70-е годы он с Арсеналом сидел в подполье и играл, в общем, какие-то подпольные концерты. Я помню мальчиков, всех этих ребят, которые были реальные такие хиппующие люди. И сам он ходил, конечно, с длинными волосами, в клешах. Мне даже в каком-то классе, наверное, в третьем он сделал справку, Андрей Смирнов, я помню, написал по дружбе, что мне нельзя стричься, потому что в школе тогда заставляли всех стричься, что я снимаюсь в историческом кино, и мне нужны длинные волосы. Я единственный в школе тех классов ходил с каким-то там, с каким-то волосами. Поэтому помню, это детские воспоминания. Отца, приходящего в школу с магнитофоном на плече, играющего тихо Джирс Крайс Суперстар. Единственный раз его вызвали, родители, после этого боялись. Время было веселое. Так что хиппи я не был, потому что хиппи, это надо тогда просто ничего не делать. Но как бы был сочувствующий. Броник, хубер, броник, хубер! Какой желание, как вам, как начинают так делать? Спасибо, как вам. Если что придумаешь, еще подойдет. Да, конечно, любое главное. Цепляйтесь. Решил, решил. Хотел бы спросить, как вы решили взяться за этот проект, когда это все началось и почему? Ну, наверное, потому что он отличался от многих-многих других. Это прекрасная история во времени, которую помним мы. Прекрасная история о любви. Прекрасная история о том, что многие в мире не знали. О том, что в СССР были хиппи. Это просто красивая история. И Гарик ей так болел, переживал, так хотел ее сделать, что все само по себе говорил о том, что в этот фильм нельзя не войти. Потом позвонил Гарик, предложил мне этот проект. Позвонил Федя Бондарчук, сказал, что ты обязательно должен сделать с ним этот проект. Ну, я понял, что думать, в общем, особо не надо. А ваша цель сделать зрительское тело или арт? Безусловно. Нет, здесь никакого арта не идет. Хотя я думаю, что история будет интересна и фестивальному движению. Это вот та самая история, которая делается как абсолютно коммерческая, современным коммерческим языком, серьезными трюками, серьезным оператором. Как бы хорошая история о любви. Это все говорит об этом. Но при этом вот этот вот ред, некий как бы отсыл к ретро, тема хиппи, конечно, я думаю, что тема как бы из «Дети цветов против войны», она найдет, конечно же, свое отражение для фестивального движения. Безусловно. А молодежи больше заинтересуют историю любви или про хиппи тоже? Нет, я думаю, что как раз это два разных среза. Для молодежи мы делаем историю о любви яркой, искренней, как бы такой оголенной, да, первой любви. Это как бы это без времени. Это что показывает «Титаник», что показывает «Москву» 73-го года. А вот старшему поколению, конечно, мне кажется, будет приятно вспомнить какую-то атмосферу, такой некий шлейф старых автомобилей, спокойных улиц. Ну, как-то вот, и такого неизменившегося, слава богу, неизменившегося Крыма. Керчь 73-го года и Керчь 2006-го года одно и то же, к примеру. А скажите, вот там, я так понимаю, что было, ну, какой-то все-таки неизбежный между режиссером и продюсером есть какой-то постоянный, ну, не конфликт, но споры по поводу, там, общей длины картины или там каких-то наличных эпизодов. Да, потому что нельзя, как бы, говорить о конфликте. Да, я сейчас поставил себе задачу этой истории дать, ну, как бы, чтобы это было максимально комфортно для Гарика. Но здесь вопрос в другом. Мы все хотим сделать хорошо, каждый живет с этой историей своей точки зрения. Не промахнуться там, не делать лишнего, что будет выкинуто, не делать такого лишнего, чтобы потом не оказалось так, что надо будет сокращать, и из-за этого появится рок-н-ролл вместо кино, чтобы осталась атмосфера. Эта задача, конечно, важная, но она такая, обоюдоострая. То есть, понятно, что мы будем добиваться форматного времени, понятно, что мы, как бы, будем вводить форматную историю. Это важно для Гарика, важно для меня, здесь конфликта никакого нет. Ну, да. Но вы все равно, вы же отвечаете в общем... Без эмоций все равно не будет ничего. Да нет, это совершенно правильно. Но это интересно, просто эмоции какие-то, больше все люди неравнодушные. Я просто еще хотел спросить, вот, по поводу того, что вы же все равно в конце концов отвечаете за это кино, скажем так, в полной мере. То есть, там не то, что, как раньше привыкли режиссеры, все, там просто сейчас уже другие какие-то системы называют. Безусловно. Ну, поэтому я оставляю за свое последнее слово. Но здесь оно в контексте с Гариком оно субъективно, потому что мы идем, как бы, добиванием общих компромиссов и общего понимания. Потому что эту историю сделать, как бы, я так хочу, нельзя. То есть, Гарик говорит, что он хочет. Я, если там понимаю, мне другую говорю свой аргумент. В общем, пока у нас не было вещей, которые бы мы не услышали друг друга. Ну, конечно, уже есть определенные, как бы, какие-то нагнетения, непонимания. Мы иногда сталкиваемся лбами просто из-за того, что, как бы, что-то недоуслышали. Ну, это нормальная вещь, как бы, что-то есть вокруг все. Да, как бы, картина сложная начиналась. У нас был инвестор по имени Жалгаз, который вдруг передумал в последний момент. Но пусть это останется на его совести, как бы, там. Но вот мы немножко тяжело входили в историю, пока, как бы, не перегруппировались, пока приходилось анонсировать самому. Конечно же, это накладывает атмосферу на площадку, люди нервничают, чувствуют, как, нефицит денег. Но мне сказал один человек, говорит, ну, что ты расстраиваешься, как бы, с деньгами все могут, ты без денег попробуй. Хотя, в общем-то, надоело, как бы, если какие-то выходить на вещи, делать что-то без денег, в тяжелом, как бы, финансовом состоянии, это неправильно. Ну, вот по операторской технике у вас вполне, вот, должна современная такая, общая мировая картинка быть. Да, да, да. Ну, и по всему, по всему, да. То есть мы не жалеем, мы из-за сложности ни от чего не отказываемся. Это было бы неправильным, потому что это сразу дорога в никуда. Мы идем, терпим, выдерживаем напряжение, не более того. А вообще картина сложная, вот, с точки зрения постановки, там, и организации? Ну, команда хорошая собралась, поэтому как-то я вот, если бы еще не было вот этих, вот, финансовых напряжений, я думаю, что все складывалось бы еще гораздо лучше. Сложно работать с актерами массовых сцен, сложно, потому что надо подобрать, подобрать время. Огромная нагрузка легла в большей степени даже не на всю группу, а на группу художников и костюмеров. Потому что, по-моему, они первую неделю вообще не спали. Загримировать 200 человек, прям их всех одеть, подобрать, потом разгримировать, раздеть, забрать все вещи, как бы, ну, весело. В этом вопросе, да. А вот то, что вы видели уже, там, на плейбеке, вот, как-то общее ощущение какое-то? Прекрасно. Показик. Ну, посмотрим, сейчас склеим, выведем, там, две-три сцены подряд и поймем, что же у нас получается. До этого судить о том, насколько все гармонично нельзя. Кадр сам себе может нравиться, но не вставить в кино или наоборот. Раньше все смотрели в кинопроектор, там, позитив рабочий, сейчас такого нет. Как это сейчас все произойдет? Ну, зачем же все на битакаме, на DVD, поэтому, в цифре, в компьютерах. Все очень облегчилось. То есть, а вы садитесь с режиссером и смотрите? Ну, мы садимся с режиссером и смотрим. Режиссер смотрит отдельно, оператор смотрит отдельно, я смотрю отдельно. Как получается? Ну, а сейчас, как бы, вопрос такой, что у нас есть определенный план. Самое главное в этом плане успеть секонд-юниту дать задание доснять те, как бы, кусочки, которые мы не успели сделать на старте. Ну, то есть, подобрать все, чтобы потом не мучиться на монтаже. Побегу. Хорошо? Хорошо. Серега, тебе на столе надо будет читать. И начали! Экшель! Валим, валим, валим! Валим, валим, валим! Валим, валим! Мотор! Канеры! Есть! Идать Mais! Валим! Идти 불! Стой! 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 Поехали!